В Каспийске на базе клиентской службы социального фонда прошло открытие второго в республике центра общения старшего поколения, который предоставляет для них дополнительные возможности в плане самореализации и помогает создать комфортные условия для взаимодействия. В чем уникальность? Уникальность в том, что благодаря этим центрам, которые были созданы после объединения пенсионного и фонда социального страхования в нашей стране, у людей старшего поколения, так называемого серебряного возраста, будет возможность объединяться, находить общий язык, просто разговаривать в одном месте. Теперь в Каспийске такое место есть. Отметим, что в центре будут проходить различного рода мастер-классы, занятия по компьютерной грамотности, турниры по настольным играм, встречи с интересными людьми и многое другое. Очень хорошо, что открывается такое мероприятие, где будут собираться люди разного возраста, а большинство пожилых. Хотелось бы пожелать доброго здоровья, чтобы могли выполнять все то, что просят пожилые люди, и чтобы не обижали их, и они вас. Торжественное открытие нового центра общения старшего поколения прошло с участием почетных гостей. Главы города Каспийска Бориса Гонцова, исполняющего обязанности управляющего ОСФР в республике Дагестан Абдурахмана Магомедова. Уполномоченного по правам человека в регионе Джамала Алиева, помощника главы Каспийска Арсена Базаева и других. Предыдущий центр аналогичный стал действительно точкой притяжения для многих людей, для старшего поколения, где люди между собой общаются, получают массу удовольствий и обсуждают эти проблемы, которые потом доводят эти проблемы до руководства социального фонда, до руководства республики, и оно приносит очень много пользы. Я полагаю, что и сегодняшний центр для каспийска станет такой же точкой притяжения. Спасибо за тот подарок, который вы нам сегодня делаете. Мы его откроем и думаем, будет вам красиво. Спасибо большое во благо Каспийска, во благо нашего старшего поколения, во благо наших молодых родителей. Спасибо. Глава Каспийска совместно с исполняющим обязанности управляющего ОСФР республики разрезали красную ленту, после чего объявили об официальном функционировании в городском округе. Завершилось мероприятие традиционной резгинкой, концертной программой и общим фото.